Приветствую всех вас, многоуважаемые телезрители! Во всем христианском мире последнее воскресенье перед Пасхой называется Вербным Воскресеньем. В этот день вспоминают верующие, как за шесть дней до своих страданий и смерти Христос вошел в святой город и встречен был восторженной толпой. Вот, послушайте рассказ Евангелия об этом событии. Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Илеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказал им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и в той час найдете ослицу, привязанную и молодого осля с нею, отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите, чери Сионовы, ся царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус, привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавшего, склицал, «Асанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господней, Асанна, вышний». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, «Кто сей?» Народ же говорил, «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Горелийска». Чтобы понять всю глубину смысла этого текста, чтобы почувствовать радость этого каждый год совершающегося праздника Вербного Воскресения, Нужно вспомнить прежде всего, что этот торжественный вход в Иерусалим был единственным очевидным торжеством на протяжении земной жизни Христа. Он не искал нигде и никогда ни признаний, ни власти, ни славы, не искал даже элементарного житейского благополучия. И в Евангелии от Матфея мы читаем, «Лисицы имеют норы, говорил он, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». На все попытки прославить его он всегда отвечал решительным отказом, и все его учение было учением о смирении и кротости. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». От рождения в пещере до позорной смерти на кресте рядом с уголовными преступниками вся его жизнь с нашей человеческой, земной точки зрения, по нашим нормам и мерилам, была одной сплошной трагической неудачей. «И под конец даже те толпы, что следовали сначала за ним, ожидая от него чудес и исцелений, оставили его, и тогда все, бросив его, бежали». Надо понять, что в центре, в сердце христианской веры, нашей веры, стоит действительно житейская неудача, трагедия, земной крах. И на это часто указывали, над этим часто издевались недруги христианства, «Начиная с тех, кто стояли у креста и издевались над страдающим на нем человеком». «Спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста». Но он не сошел. Он ничего не ответил им. А потом также издевались Вольтер и представители так называемой эпохи просвещения. А еще позже Ницше и его последователи – носители идеи сверхчеловека. И, наконец, в наши дни, посмотрите, те, кто прячутся за шторкой интернета. «Человек, знай свое место», – говорит нам долготерпеливый и милостивый Господь. Избиваемый оплеухами злобных комментаторов в соцсетях, которые кричат каждый своими словами, но с одним смыслом. «Распни, распни, отпусти нам воравву, нам интереснее жить с убийцей, но не с тем, кто исцеляет больных и воскрешает мертвых, не требуя платы, прося только покаяния и веры». «Хотим есть, пить и веселиться, и житницы наполнять доверха. Хотим в своих болезнях обвинять Бога, но не себя. Покаяния нет во мне, плакали святые. А мы даже не представляем, что такое раскаяние. Невольно хочется воскликнуть в этот день. Люди, где наше достоинство – не безрассудство, не эпатаж, а достоинство смирения перед волей Господа, перед судьбой для тех, кто не верит в Бога. Я вижу достоинство у родной Беларуси, пославшей помощь Китаю. Вижу достоинство и у других стран, высылающих помощь другим государствам. Вижу у врачей, которые сутками напролет борются с губительной заразой. У священников, которые умножили свою молитву, причащают больных, у монахов, которые отдают свои кельи для проживания врачей. У бизнесменов, кто кормит врачей, шьет повязки, производит ИВЛы. У волонтеров, помогающих старикам и бездомным. Достоинство есть и в тех, кто в это непростое время хотя бы не теряет присутствие Духа и не умножает страх. Там, где нет страха, не засоряет пространство информационным шумом. Да, священнослужители от патриарха до рядового священника говорят о мерах осторожности. Но везде есть здравый смысл и рассуждение. Сейчас страшна не просто пандемия вируса, как нагнетание паники. Об этом говорил глава государства 7 апреля. Понятно и просто, разумно и спокойно. Сейчас есть опасность самим себе перекрыть кислород, хотя в духовном плане многие люди это уже давно сделали, показав убогость своей души, намертво привязанной к плоти. Физическая смерть, которая является для нас абсолютным и без веры, непреодолимым злом. Страх телесной смерти в результате коронавирусной инфекции перекинулся на бессмертную душу, заразил ее противоестественным для нее чувством, оккупировал наше сознание, подчинил разум. Беда в том, что наш ум настолько залип в этих мыслях, что некоторые даже среди православных уже забыли и о великом посте, и о покаянии, и о том, что вообще-то Христос воскрес, а значит, верующий в Него, если и умрет, жив будет. Ведь этим мы сами себя изводим, питаем свой страх и создаем благополучную атмосферу для его распространения. Ведь если говорить правду, мы боимся не вируса, мы боимся смерти от него. страх физических страданий и смерти делают нас предельно уязвимыми. Он парализует волю и критично меняет сознание, формируя облик раба внутри каждого из нас, призванных к свободе во Христе, который, кстати, учил не бояться смерти, даже в крайнем ее проявлении, говоря, не бойтесь убивающих тела. Победить страх перед угрозой заражения способно лишь преодоление страха физической смерти как такового. На основе евангельской веры, полного доверия Спасителю и понимания смысла нашего пребывания на земле. «Какая слава на земле стоит тверда и непреложна?» – спрашивает поэт. И отвечает – никакая. А вот царство этого нищего, бездомного учителя стоит и светит все той же радостью, все тем же обещанием. И не только раз в году, на вербное воскресенье, но всегда, действительно, во веки веков, да приидет царствие Твое. Молимся мы, христиане, и оно все время приходит, все время побеждает, сколь бы незаметно, невидимо не была бы эта победа в грохоте нынешних земных испытаний. Давайте внимательно посмотрим, посмотрим на то, что происходит сейчас в мире. посмотрим и успокоимся. И доверимся тому, кто сказал «Мужайтесь, я победил мир». Будем верить тому, кто хочет лишь одного – разделить с нами свою радость вечной жизни. И будем крепко помнить, по слову преподобного Паисия Святогорца, что покаянием человек может изменить решение Бога. Сегодня нет более пустого человека, чем тот, кто наполняет, наполнен одним собой. Я желаю нам с вами, пусть вера наша будет сильнее наших страхов. И в завершение чудное стихотворение Светланы Петровой. «Все будет хорошо», «Всего три слова». Но кто-то их объединил, нашел. Что получилось? Крепкая основа. Она гласит «Все будет хорошо». Когда в душе какие-то сомненья К отчаянию, быть может, подошел, Скажи три слова, Сделай ударение всего на три. Все будет хорошо. Когда кому-то в этой жизни плохо, И он своей болью оглушен, «Пожалуйста, Не спеши И не глохни. Скажи ему, Все будет хорошо». И я сейчас скажу три этих слова Тем, кто В наш дом сегодня не пришел. Они, я знаю, не совсем здоровы. Вы слышите? Все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok